В области стартует массовая кампания по вакцинации населения против гриппа. Доступны Gripol Plus на бесплатной основе, Vaxigrip Tetra и Influvac Tetra на платной. Эпидемиологи призывают эффективно использовать все имеющиеся возможности профилактики и поддержать стартующую акцию как наиболее оптимальный метод. В Беларуси планируют создать собственный маркетплейс. В нем будут представлены отечественные производители из абсолютно разных отраслей экономики. В Беллигпроме уточнили, уже сформирована двухуровневая рабочая группа. Накануне стало известно, на Озон запустят специальный раздел, сделанный в Беларуси. Такой уже есть на Вайлдберрис. В службу «Одно окно» Бобруйского горисполкома за 8 месяцев обратилось около 14 тысяч человек, подано более 8 тысяч заявлений. Среди самых частых – назначение пособий, постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, регистрация договоров найма, реконструкция жилых домов. Также с 1 сентября принимаются заявления по 219 административным процедурам. Из них 146 в отношении граждан и 73 к субъектам хозяйствования. С 4 октября бассейн «Лесной» будет работать в тестовом режиме два раза в неделю, понедельник и пятницу с 6 до 23 часов. Чтобы все желающие в эти дни смогли с комфортом добраться до точки назначения, для автобуса номер 70 предусмотрены дополнительные рейсы. Утром в 5.10 и вечером в 22.15 от остановочного пункта улицы Держинского и в 23.10 от спорткомплекса. 4 и 5 октября в Бобруйске стартуют обменные гастроли областного театра юного зрителя в рамках меморандума о культурном сотрудничестве Брянской и Могилевской областей. На сцене встретятся старые добрые друзья, коллеги по творческим цехам. В гастрольной афише четыре постановки. Всех желающих приглашают присоединиться к атмосфере творчества.